Пожар на складе холодильников нанес не только материальный ущерб, но и существенный экологический, утверждают специалисты. Вблизи места ЧП Роспотребнадзор зафиксировал превышение диоксида азота и взвешенных частиц в воздухе. Эту тему продолжим обсуждать с экологом Сергеем Шахматовым. Он на связи со студией. Сергей, добрый вечер. Сергей, вы нас слышите, да? Да, я слушаю. Хорошо. Чем могут быть опасны продукты горения и выбросы в воздух от такого пожара, где такое большое количество техники? Ну, мы же все прекрасно понимаем, что холодильники на больше, чем 50% состоят из разных видов пластиков. А продукты горения пластика – это достаточно большой набор загрязняющих веществ второго и первого класса опасности. И здесь, наверное, самое главное, нужно говорить о том, что была произведена эмиссия продуктов горения, где содержатся большие концентрации, самые главные большие объемы диоксинов и бензопирены. Это канцероген первого класса опасности. Канцероген, который влияет даже в маленьких концентрациях, достаточно серьезные на здоровье, наносит вред здоровью человека. И самое страшное, что эти вещества загрязняющие, они аккумулируются и практически не выводятся из организма. Допустим, диоксин может содержаться даже в малых концентрациях в организме человека больше 10 лет. И все эти, так скажем, загрязняющие вещества высокой опасности, они фактически ускоряют окислительные процессы в организме. Вы быстрее стареете, у вас это может являться запуском для хронических заболеваний, но в первую очередь онкологических разных систем и органов человека. Безрадостную картину вы нарисовали. А можно ли делать прогнозы, когда все это рассеется? Насколько вот эти вещества, которые выделяются при горении пластика и разных химических элементов, которые содержатся в этой технике, насколько быстро они утилизируются? Как это происходит? Ну, не безрадостная, а правдивая картина. Об этом нужно говорить и предупреждать население, на самом деле, не скрывая этого. А в сегодняшних условиях, условиях неблагоприятных метеорологических условий с точки зрения рассеивания любой эмиссии загрязняющих веществ в городе, вы прекрасно видели кадры очевидцев, когда все это облако от пожара ушло нетрадиционно по ветру русла реки Енисей, ушло в сторону Октябрьского района, железнодорожного центра, в сторону Ветлужанки, чуть ли не в сторону Дивногор, часть начала уходить. Потому что ситуация с безветрием, ситуация с тем, что фактически неподуваемость в городе сейчас, говорит о том, что потребуется несколько дней, а может быть даже недель, чтобы максимально были рассеяны все концентрации, особенно вот этих вредных, опасных ядов, которые являются продуктом горения пластика. К сожалению, это правда, так оно и есть. И нам сейчас нужно, ну, либо как-то минимизировать свое присутствие на территории города, в обозначенных районах, либо ждать и надеяться на ветер. Ну, сейчас, как вы уже сказали, в городе снова объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. А насколько вот этот крупный пожар вообще усугубляет ситуацию? Насколько он заметен на фоне вообще всего остального загрязнения воздуха от других, от промышленности, от машин, от печного отопления и так далее? Ну, мы прекрасно понимаем, что это не постоянное, да, какое-то загрязнение. Это было пиковое загрязнение, которое, к сожалению, как пожар локализовали только в обед, да, следующего дня от пожара. И самое-то главное в другом, что сегодня даже не просто профессиональные и государственные системы мониторинга, но и общественные наши сети, и Неболив, и Горизор фиксируют фактически повышенные концентрации оксида углерода, мелкодисперстной пыли именно в западных, юго-западных и северо-западных микрорайонах города. Это что подтверждает, что данный пожар нанес достаточно серьезный в пиковом формате, в разовом формате ущерб вот в эти дни качества атмосферного воздуха. Сергей, последний вопрос. А есть у вас какой-то рецепт, что вы делаете? Ну, там, пьете больше воды, носите какой-нибудь респиратор, нам что делать? Ну, самый главный действующий рецепт на эти дни НМО – просто уехать из города. Другого рецепта нет. Этот воздух, эти концентрации, особенно в районах рассеивания, так называемого рассеивания в режим НМО, этих концентраций, этих загрязняющих веществ, в любом случае будут попадать, если вы находитесь на улице, ваши легкие. В любом случае это будет проникать в той или иной концентрации в квартиры. Поэтому лучше с района рассеивания этого шлейфа от пожара нужно все-таки уехать.